Константин Ушинский, «Слепая лошадь» читает Алексей Вербицкий, ведущий программы «Утренний кофе». Константин Ушинский, Аркадий Аверченко, Максим Горький, Саша Черный, Лев Толстой и Антон Чехов. Это список авторов, которых выбрали ведущие Афонтова и Радиомир. Теперь их проза станет доступна для людей с ограниченными возможностями и просто всех, кто слушает аудиокниги. В звуковом варианте эти произведения появятся благодаря проекту «Дарим мир». Синюхину Николаю нужно было бы объяснить, что система от сих до сих и повторить то, что было задано в прошлую среду, настолько сухая система, что она никак не могла заинтересовать Синюхина. Автор проекта, а также редактор Радиомир Ника Маркова озвучила сразу два рассказа, и один из них – «Невозможная Аркадия Аверченко». Вот ему 90 лет уже этому рассказу, который я читала, рассказ «Невозможная», но оно актуально до сих пор, потому что до сих пор есть та же самая проблема учителя, которые не могут заинтересовать детей своим предметом, и дети, которые и рады бы, в общем-то, учиться, но им скучно, и неинтересно, и очень тяжело. Основная мысль этого рассказа в том, что нужно всегда уметь поставить себя на место противоположного, то есть учителю на место ученика, ученику на место учителя. Ну вот, наверное, вот это хотелось донести, что каждый из нас может оказаться на месте своего оппонента. Сразу после включения Антон Павлович Чехов, беглец. Андрей, пишем! А вот ведущему телеканала Афонтова Антону Богданову больше приглянулись рассказы своего тезки. Антон поясняет, читать книгу совсем не то, что и вести эфир. Но коллеги с «Радиомир» помогли правильно расставить акценты. Вот эти маленькие рассказы Антона Павлович Чехова, это как беседа с своим читателем. То есть он не как литератор выступает, а как собеседник. Что я пытаюсь в своем жанре, вот утренних включений, также выстраивать какую-то беседу, какой-то диалог с своим зрителем. Теперь, когда материал смонтирован, звуковые дорожки запишут на диске и подарят специальной библиотеке, которая находится на улице Сверловская. Кроме того, аудиофайлы появятся в интернете в свободном доступе. Продолжение следует...